здравствуйте уважаемые друзья спасибо что пришли к нам после работы спасибо что те кто будут смотреть нас тоже вместе с нами будут что такое парусный спорт чем отличается парусный спорт от яхтинка мы сегодня поговорим наверняка у многих есть вопросы останутся вопросы этого меньше вопросов после этого ну и первое что мне хотелось сделать это представиться меня зовут день шиповалов я являюсь генеральным директором центра учебного парусная академия москва мы проводим обучение но задача не в этом состоит а рассказать как раз о парусном спорте в парусный спорт я случайно я могу сказать сам попал случайно в один след это было восемьдесят шестом году проходил мимо мотосекции и мне мотоцикл нравились вот это еще не было байкеров и прочее в то время зашел а мне говорят ну какие-то мотоциклы 11 лет вот нас рядом ребята есть парусники секция иди туда и так я попал в детскую парусную секцию и там москве кстати секция была и там с тех пор остался с тех пор прошел много регат и прочее прочее но речь сегодня обо мне вас и первое что меня интересует конечно и вас тоже интересует это те мечты которые если людей тогда а мечты у них много есть мечт кто-то хочет покорить за эверест забраться на гору и прочее кто-то хочет и походить на парусники возможно вот об этом как раз сегодня будем говорить но как может выглядеть ваша мечта вот так вот и кстати из всех присутствующих здесь я хочу спросить кто ходил на яхтах есть такие люди раз-два так два человек уже то есть 33 человека отлично ну значит уже приблизили какую-то может быть это и тоже была ваша мечта не знаю но в мечта может быть выглядеть вот так не только под парусами можно оставаться вот в бухте например остановиться искупаться там сделать ужин на борту яхты например вот такой яхт мы будем говорить об этом но работа дела и прочее прочее мешают например реализовывать ваши мечты ну в том числе и такая мечта но может быть как раз вот как вариант присоединиться и вот выглядит ваша мечта может быть ближе вот например как вот здесь на кадре на этом а какие могут быть мечты у тех людей которые хотят заняться парусом спортом и яхтингом опять же будем говорить об этом кто-то хочет ходить просто под парусом есть такие люди вот называются под парусом хочу ходить не знает что такое но вот под парусом участвовать в регатах парусных те кто ходил кстати руки поднимали участвовали пару classic rate нет просто от участвовали отлично видите любоваться морскими закатами я думаю сто процентов 10 людей хотя да правильно отлично купаться в тихих лагунах сто процентов а пересекать океан кто готов отлично отлично велкам да как раз Расскажем, как пересекать океан. Ну, а осуществление любой мечты ближе, чем кажется. Ну, теперь посмотрим, а как же это все сделать. Но есть мифы. И первый миф, самый главный. Яхтинг только для супербогатых. Но те, кто ходил, уже знают, что это не так. Ну, а те, кто не ходил, ну и вообще все знают. Я назову имя человека, с кем ассоциируется не парус в спорт, а яхтинг. И вы мне сразу точно зовете фамилию этого человека. Роман? Совершенно верно. 30 лет бьемся над этой темой. Как сделать, развенчать миф о том, что яхтинг – это не Роман Абрамович. Яхтинг, он доступен для всех. Например, вот у меня, кстати, здесь нет обычного два стола таких, по 4 метра длиной. Я всегда показываю на примере. Один стол и второй стол, 4 метра. Вот такую яхту можно приобрести не за 100 тысяч евро. Она не большая яхта будет, а за 100 тысяч рублей. И на такой яхте можно, ну, конечно, океан не пересечь, но, скажем, выйти в море, водохранилище, в конце концов, в небольшой пруд можно. Эта яхта убирается в гараж. Хранится там, может, на легковой машине, может быть, перемещаться. Там размещается всего один человек, но, в принципе, может даже и второй человек разместиться при желании. Или тренер, или человек. Мы, кстати, немножко покажем, какие яхты бывают. Вот дальше. Конечно, это маленькая яхта. Есть побольше яхты крейсерские. Те, кто поднимал руку, наверняка ходили больше на крейсерских яхтах больших, которые вначале были как раз и на видео и так далее. Ну, еще есть мифы. Чтобы стать их сменом, учиться долго. Ну, я про шкиперов, конечно, в первую очередь говорю. Некоторые считают, что, чтобы стать шкипером, надо учиться в Макаровке, например, или в каком-то морском вузе, 5 лет, потом еще 7 лет ходить по морям, океанам. Это действительно так. Это только касается профессионального капитанской лицензии. То есть, когда вы хотите управлять торговым судном, например, большим. Что касается нас с вами, любительских вот таких яхт, маломерных судов, они же называются правильно, достаточно 2 месяца, например, посетить какую-то школу, сходить в плавание учебное, и вам дается первоначальный уровень сертификат. Ну, это первоначальный уровень, я могу сказать. Дальше все зависит от вас. Чем больше ходите, тем больше опыта, тем больше у вас стаж, и тем больше вы понимаете, что, как работает. Еще такой есть миф. Разве свою яхту купишь? Ну, я сказал про вот эту яхту небольшую. Но сейчас можно по всему миру, не покупая яхту, ездить в плавание, участвовать в регатах, путешествиях и прочее, беря яхту в аренду, в чартер. Например, яхта называется там аренда или чартер по-другому. Мы об этом тоже будем говорить. То есть чартер намного дешевле, чем просто купить яхту за 100 тысяч евро. Да и не нужно покупать яхту, честно говоря, за 100 тысяч евро или 200 тысяч евро. Можно ее арендовать за небольшую сумму компании и пойти. А если вы еще и капитан, или по-другому шкипер, то, в принципе, нормально. Вообще еще дешевле получается. Ну, давайте развенчивать мифы. Начнем с того, что можно проводить отпуск, выходной день, будний день на яхте в Подмосковье. Не надо, не обязательно ездить, например, на море. Ну, конечно, это когда пройдет у нас снег сойдет, лед, вода поднимется. И тогда можно у нас в Подмосковье выйти на паруснике. За 2,5 тысячи рублей средняя цена по школам, по водохранилищам, по яхт-клубам стоит хождение такой яхти. И не 2 минуты, 2,5 тысячи рублей, а 2 часа. Это средняя цена. То есть вы приезжаете, не обучаясь в Макаровке, я еще раз подчеркиваю. Вот, например, завтра, если было бы открытое водохранилище, то можно было бы завтра принять участие в такой тренировке или регате. 2,5 тысячи рублей оплачиваете, приезжаете и тренируетесь. 2 часа в Подмосковье. Вот еще можно как проводить. Здесь показаны были тренировки, то есть тренировки на небольших яхтах. А можно и участвовать в регате даже, опять же, не имея опыта. То есть если опыта у вас немного, можно принять участие. Но мы всегда говорим, сначала лучше потренироваться, потом принимайте участие в регате. Почему? Потому что это интересней, когда вы что-то понимаете, не просто сидите на яхте, а участвуете. Ну это очень интересно. А как выглядят яхт-клубы в Подмосковье? Давайте посмотрим небольшое видео. Сейчас посмотрим, запустится оно, запустится. Вот один из яхт-клубов, ну в данном случае показан наш яхт-клуб здесь, но неважно. То есть много яхт-клубов есть различных, где мы показываем, как это все проходит. Вы спускаетесь на пирс. Там, кстати, есть кафе, там можно остаться после яхты в кафе. И вот яхты стоят. Обратите внимание, яхты здесь, я сразу скажу, здесь без моторов яхты. То есть выходить надо под парусами. Те, кто поднимал руки, как раз вы выходили, я так понимаю, из Марин только под мотором. Здесь только под парусами. Вот здесь под парусами. Хотя моторы есть дополнительные. Вот видите, управление осуществляется, выходит яхта. И вот один из заливов показан, где яхта заходит обратно. Здесь же проводятся регаты, тренировки с утра до вечера. А как проходят тренировки? На 9 часов записались, пришли, 2 часа откатались. Хотите, домой езжайте, хотите, еще пройдите. И вот так каждый день. Естественно, с утра до вечера идут воскресенья, но и будни тоже работают. Как только лед сходит, да. А вот там обычно по одному человеку на лодке или... Хороший вопрос. Давайте еще, кстати, момент такой. Если есть вопросы, вы можете поднимать руку, задавать вопросы. Краткий вопрос, я буду отвечать. Если большой вопрос, то мы это оставим после мероприятия. Здесь по 4 человека на такой яхте. Здесь, именно здесь, на этой яхте. Есть яхты, которые я сказал, 4 метра, там маленькая, там один человек. Ну или там один человек и тренер. Здесь 4 человека плюс тренер. Если гоночная команда идет, то 4 всего человека идет. Хотя такой яхтой может управлять и один человек. Вообще один. Можно в Москве, кстати, выходить. То есть недалеко, не уезжая... Вот этот, кстати, кадр, я еще раз хочу показать нам, да. Вот это Пироговское водохранилище. Как доехать? Если есть машина до Пироговского водохранилища, очень легко доехать. Осташевское шоссе, север Москвы, 7 километров от КАД. Приезжайте к нам в яхт-клуб или в другой яхт-клуб. И там можно путешествовать, ходить под парусом и прочее. И в Москве можно. Пробки у нас, например, дикие, да, скажем, в будние дни. Приезжайте в Москву. У нас в Трогино есть место, где наши яхты стоят, в том числе и наши. И где вы можете также ходить и в будние дни. Хотите приехать до работы в 7 утра? Приезжайте. Хотите после работы? Приезжайте. Хотите во время? Приезжайте. Всегда рады. У нас, знаете, как говорят у их сменов? Если работа мешает парусному спорту... Я этого не говорил. Ну, это мы сказали про Пироговское водохранилище и Москву. Это все хорошо. Но хочется все-таки на море. А как на море попасть? Вот есть варианты. Ну, здесь вот показана гонка. Вот, значит, есть гонки такие, в которых принимают участие любители. То есть каждый из вас, ну, желательно, конечно, хоть небольшой опыт иметь. Хотя и можно и без опыта поехать на регату, на неделю. Например, Марморис Рейсфик, такая есть известная регата. В ней принимают участие порядка 150-170 кресельских, называются кресельские, большие яхты. По 6-7-8 человек на такой яхте находятся. Живут на яхте. Мы дальше посмотрим, что такое живут на яхте. И из этих 150 яхт порядка, уже сейчас, наверное, 100 яхт русские экипажи. И мы уже давно думаем, что пора называть чемпионатом России в Марморисе, в Турции. Но это вот регаты проходят одна за одной осенью, великолепное время. Не зря написано, видите, осень. У нас здесь снег, слякоть уже, не знаю. Ну, снега еще нет, конечно, в ноябре. Но вот это практически начало ноября. А там уже прекрасная погода, вода теплая, ну и плюс еще и гонки, плюс еще там обстановка совсем другая. То есть я рекомендую всем попробовать, может быть, не сразу, потом принять участие в такой регате. Порядка от 2 до 4 тысяч человек принимают участие в регате. Немножко нас, конечно, пандемия немножко остановила. Но, слава богу, вы знаете, Турция сейчас открыта, несмотря ни на что. Не верьте слухам, кстати говоря, в Турции все нормально, туристов пускают, все окей. И я думаю, что все будет нормально и с регатами. А можно, помните, про лагуны вы говорили, купаться в таких лагунах. А вот теперь вот, если вы стали там шкипером, или по-другому называется еще капитан, я скажу, почему это отличается, и путешествуете, или взяли, там, арендовали лодку там со шкипером, и можете вот в такие вот лагуны, бухты заходить, где никого нет. То есть, да, нету толпы вот этих туристов и прочее, то есть вообще никого нет. Ну, и такие же их смены, как и стоят, там, 10-12 яхт, и все. И тут ресторанчик рядом. Вечером пришли с моря в ресторан, потом искупаться захотели, искупались. Хотели искупаться в море. Да, пожалуйста, остановились, там, бросили яхт, или просто в дрейф легли, искупались и пошли дальше. А права? А права что? На что? В Турции. Права на яхту, имеется в виду? Нет, так мы об этом будем говорить. Чтобы стоить с кипером, нужно, конечно, права получить, там, да. Международные, совершенно верно, да. Международные права, то есть, ну, или сертификация, там, и так далее, называется. Ну, а можно, как только откроют у нас Европу и все остальное, можно принять участие в каких-то дальних походах. Вот, например, никто не был на Канарских островах? Есть люди, которые были на Канарских островах? Не был никто? Вот, это один из островов Канарских, называется Лансароте. 150 лет назад, ну, около 150 лет назад, там вулкан, практически, этот остров уничтожил. И там вулканическая лава образовала очень интересные такие вот структуры. Видите, обратите внимание, это, на самом деле, выступающее железо практически. Это чистое железо. Вот оно так переливается, там, это одна из бухт. Уникальное место. Туда, конечно, можно доехать просто на самолете, как к туристам. Но это же неинтересно. Вы на эту, в эту бухту можете, ну, не то что зайти на яхте, вы можете вокруг обойти этот Атлантический океан, там сложно подходить, я могу сразу сказать. Но этот остров обойти можно. Там посмотреть, где пираты останавливались. То есть, там не только с земли посмотреть, как это все выглядит, но и снаружи. То есть, вот один из таких вот объектов. А можно принять участие и в профессиональном спорте. Когда вы уже, например, начинаете заниматься, вам это нравится, профессиональный спорт. Обратите внимание, эта девушка, она не выпрыгивает с борта, она не падает. Нет, нет, это она так специально называется, откренивает. То есть, она держится. И вот такие мероприятия, в том числе и мы проводим за рубежом, так называемые спортивные сборы. И для тех, кто хочет заниматься именно парусным спортом. Ну, и теперь отличие парусного спорта от яхтинга, чем отличается. Смотрите, спорт это спорт. Ну, вот это видно, что это спорт. То есть, видите, такой режим, такой, да, все, откренивать надо. А есть яхтинг. Так вот, слово яхтинг произносит слово от слова яхты. Яхта от голландского места для отдыха. И мы разделяем эти понятия. Спорт это спорт парусный, а яхтинг это больше круиз, путешествие и прочее. Вот это два таких больших понятия. Хотя всегда говорят там, либо яхтинг, либо парусный спорт смешивают. Ну, мы разделяем. Ну, или можно принять участие в таком же спортивном соревновании уже здесь, в Подмосковье. Видите, это кажется, что, вот те, кто не ходил, например, это кажется, что лодка переворачивается, что-то происходит такое экстраординарное. На самом деле стандартная ситуация, так сказать, когда лодки близко друг к другу. Это борьба, это адреналин. Ну, в общем, очень интересно. Помимо круизов, яхтинга и всего остального. Кстати, еще обращу внимание. Часто говорят там, шкипер или капитан. Так вот, чем отличается шкипер от капитана? Капитан это наемный человек. Например, у Романа, которого я упоминал там вначале, у него капитан. Он, кстати, за руль не имеет права садиться, потому что сразу нарушение будет договоров. Договоры и все такого. А что касается шкипера, это любитель. Он может взять яхту на прокат, иметь свою яхту. Это любительский, получается, уровень. Мы говорим всегда о шкиперах. Так что же такое парусный спорт и яхтинг? Ну, во-первых, это свобода. Смотрите, одно дело, когда мы с вами пришли, заказали там пятизвездочный отель. Нас привезли. Ну, вроде все нормально. Нас кормят, поят. Мы с утра до вечера лежим на пляже. Ну, там много людей. И, ну, максимум, что мы куда пойдем? Ну, максимум, отвезут нас в какую-то экскурсию. А здесь же вы самостоятельно сможете выбрать, куда вы пойдете, в какую сторону. Особенно, если касается больших, скажем, таких мест, так как Средиземное море и так далее. Можно запланировать маршрут на всю неделю. Обычно недельный такой тур получается, яхту. То есть, например, переходите из одного места в другое, третье, четвертое и возвращаетесь обратно. И каждый раз вы сами выбираете. Например, сегодня вы захотели пойти туда, а завтра, слушайте, не пойдем. Потому что здесь останется, мне здесь нравится. Это не вопрос. Ну, это всегда интересно, понятно, что стоять за штурвалом, те, кто стоял, знают, что это такое. Ну, новые страны тут, безусловно, ждем как раз, когда пандемия уйдет. Ну, про новых друзей это отдельно. Я могу сказать, что их смена это отдельная такая, вот знаете, как вы врываетесь в процесс другой мир, когда вы друг с другом начинаете общаться. Ну, конечно, это активный отдых. Ну, что касается недорого, мы как раз поговорим. Ну, и забудем уже с вами, те, кто будет ходить под парусами, под парусами, уже точно уверен, что уже забудут и, по крайней мере, не будут ездить на такие курорты, как здесь показаны. Ну, хотите, как я, это мы для вас сделали, да? Это как раз фотография с Атлантического океана, наши знакомые переходят. Ну, какой первый шаг можно сделать, чтобы пойти в парус, пойти в яхтинг, стать кипером, возможно, или не стать кипером, а стать членом команды? Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, что выбрать в начале? Наверняка встает вопрос, например, да, а вот как с чего начать? Мы здесь сделали несколько моментов. Не зная, кто придет нам на встречу сегодня, мы рассказываем о том, что можно, например, принять участие в круизах, круизах плаваний. Вот то, что я вначале показал, да, хорошие лагуны и так далее. Это, например, вариант какой-нибудь флотилии и прочее, и прочее. Сейчас это очень популярная тема. Обычно это недельный тур на яхте, то есть вы за неделю, с субботы по субботу уезжаете на субботу и в субботу возвращаетесь. Живете на яхте, в компании какой-то там, да, взаимодействие, причаливать каждый раз будете в разных местах и так далее. По стоимости, я могу сориентировать, средняя цена варьируется от 800 до 1200 евро, в зависимости от того, где находится такой круиз, какая страна. Ну и это без билетов, чтобы вы понимали. Без билетов на человека, проживанием в двухместной каюте. А если мы говорим про парусную регату, например, да, что выбрать вначале. Парусную регату тоже можно выбрать, я об этом сказал, Marmaris Race Week. Так, тоже недельная обычно регата за рубежом. Это я говорю про всю рубежку, все. В Подмосковье все просто. Вы на два часа приехали, а занимались, хотите еще оставайтесь, оставайтесь. Хотите на целый день оставайтесь, там тренировка регата и прочее, без проблем. И там, и там можно найти, можно прийти без опыта, принять участие. Стоимость на регату обычно чуть выше, потому что тут рисков больше, то есть капитаны более такие матерые, что ли, да. И поэтому здесь важно, вот, и плюс еще вы хотите же получить медаль, вот, в регате. Все-таки не просто съездить. Регата или круиз, что выбирать? Для начала я всегда рекомендую круиз. А вообще, с самого начала, еще я рекомендую, может быть, даже принять участие, скажем, в Подмосковье походить разочек, а потом уже прийти. Для тех, кто уже ходил, например, да, может быть, вот такие вот программы и не подойдут, им интересно уже, вам интересно, например, уже стать шкиперами. И, возможно, как раз узнать, как это все происходит. А может быть, и в более профессиональный спорт пойти. Ну, давайте посмотрим, еще состоит большая яхта. Не та, которая 4 метра длиной, которую можно поднять на руках вдвоем. Ну, вот, прогулочная кресельская яхта. Вот, стандартная. Приблизительно 12 метров длиной. Ширина где-то 3-3,5 метра. У ней есть много элементов на этой яхте. Например, якорь. Вот здесь нет у меня, я так понимаю, указателя. Якорь, да? Ну, это все знают, что такое якорь. Можно в бухте встать на якоре. Есть мачта. А вот есть еще паруса. Вот я хочу задать вопрос тем, кто ходил. А как называется вот этот парус передний? Помните? Джип. А по-русски как он называется? Стаксель. Правильно. А еще у нее разновидность есть? Штормовой. Нет. Генуя. Правильно. Геннакер другое. Да, Генуя. Отлично. А вот этот парус как называется? Мейнсейл. А по-русски как он называется? Грот. Совершенно верно. Совершенно верно. Я, причем, и хотел вам сказать, что вот эти все названия, Грот, Стаксель и прочее, это явно не русские названия. Они пришли к нам от кого 300 лет назад? Кто нам голландские названия? Петра Первого. Да, именно он завез эти названия, так они у нас и прижились. Ну, мы, например, да, часто используем и, конечно, английские термины, потому что, когда принимается лодка, например, в чартер нами, то, соответственно, мы должны понимать, что это там джип, мы сказали об этом, Генуя или Мейнсейл. Ну, и помимо этого, еще много есть элементов. Например, вот этот трос, который не позволяет выпасть человеку за борт, называется леер. А для чего эти все названия даны? Ну, вообще, это из военно-морской практики, на самом деле, взято. И для чего? Смотрите, ну, вот пример приведу. Например, капитан Шкипер, будем говорить так, командует. Иван Иванович, вот потяни за ту веревочку, которая по правому борту находится, вот красненькую, да я тебе сказал не зеленую, красненькую. Вот видишь, она у того пенька там справа, вот левее, да ты потяни за нее, или наоборот отпусти. Сколько времени заняло, там, да, мое объяснение, там, долго. А теперь мы говорим профессионально. Иван Иванович, потрави стаксель-шкод. Что сказал, вообще непонятно. Стаксель – это передний парус. Потравить – это значит отпустить. Это такой термин есть. Шкод, стаксель-шкод – это та веревочка, которая регулирует этот парус. Всего два слова. Потравить стаксель-шкод. Один момент, можно? Да. Если мы берем какой-нибудь кливер, там, да, старинный, там, и так далее, да, это все работает. Вот, если на пианино, собственно говоря, нет уже названий никаких, то работает. Да, это вторую веревку дергнет. Понятно. Вторую веревку дергнет, да. Ну, на самом деле, когда, скажем, неопытная команда, я могу сказать, что капитан, ну, если опытный, а если регата какая-то идет, то делает даже название этим фломастером, пишет. И знаете, как я видел где-то описание, фотографию, написали там, стаксель-шкод, ну, или там, допустим, да, там, гроттофал – это название тоже. А следующее написано на пианино. Пианино – это сеть таких клавиш, которые открываются здесь. Называется пианино у нас. Написано «не та», «не та», «не дергать» или там, вот, специально. Даже, даже могу сказать, вот есть, ну, тут не видно, к сожалению, здесь такие вот есть барабаны большие, называется лебедки, которые усиливают натяжение вот этих вот шкотов, вот этих веревок. Мы накидываем на них так называемые шлаги, ну, или круги веревочные, да, и, соответственно, они усиливают. Так вот, даже для новичков это правильно. Рисует стрелочкой, в какую сторону вращается эта лебедка. Это правильно, это нормальный процесс. Могу так сказать. Ну, смотрите, современные яхты интересные. Обратите внимание, два штурвала. Ну, вот вы ходили, я так понимаю, вот я хочу всех спросить там, да. Как вы думаете, почему два штурвала? Запасной. Так. Чтобы можно было сфоректировать, если это надо. Если надо, ну, приблизительно. Ну, и сложность 100, а цех усилия больше. Усилия больше. Еще варианты есть? Как у нас говорили, один поворачивает налево, второй направо. Второй направо, да, да. Да, еще варианты есть? На самом деле, эти два штурвала идентичны. То есть, они друг к другу связаны. И это сделано для того, яхта, обратите внимание, широкой достаточно, на корме. Это корма. Значит, и когда мы идем одним курсом, то можно не увидеть то, что с другой стороны. И поэтому можно перейти с одного штурвала на другой. Это вот полезная функция такая у этих двух штурвалов. А знаете, что мне еще говорят? А вы знаете, говорит, это сделано для селфи. То есть, я на одном стою, а на другом селфи делаю штурвал. И капитан, и селфи. Если, кстати, один штурвал вылетает, то второй тоже не будет работать. Я думаю, что приблизительно так. Хотя, может, и сработает. Но вылетает и ломается. Много-много элементов. Не будем сейчас уходить. Нужно ли все знать это перед первым выходом? Например, я вот кто-то собрался, например, завтра купил путевку в круиз и сказал, все, я ухожу в море, все. Нужно ли это знать для круиза? Нет. Еще раз говорю, что неважно, стали капитаном, шкипером, не стали и прочее. Захотели в круиз пойти, присоединяйтесь к команде какой-либо. Не обязательно к нам. И участвуйте в таком походе к круизе. Во-первых, первоначальные навыки вы получите прямо там. Шкипер ваш, инструктор, все нормальные. Вас не бросят. Рассказывать все будет. Но, понятное дело, все-таки такие, очень такие тонкие элементы, естественно, только в школе могут рассказать. Смогут рассказать, потому что времени не так много. Ну, давайте посмотрим, еще выглядит крейсерская большая яхта, на которой регаты проводятся, путешествия и прочее. Ну, это вид сверху, изнутри. Это носовая каюта. Все каюты двухместные. Двухместные. Ну, тут шести каютная, вернее, трехкаютная яхта, шесть человек размещения, но при этом еще можно разместить двоих человек. Вот этот стол убирается кают компанией и опускается, и получается восемь человек. Вот это вот места. Это гальюн называется, не туалет, а гальюн. Там раз, два, три. И душевые. То есть на такой яхте можно существовать, подчеркиваю, существовать автономно. Ну, около четырех дней нормально. Если, скажем, получается, то можно даже и больше. Но дальше там еще ограничение по воде идет. Сколько человек, как вы думаете, может прожить без воды? Сколько дней? Кто знает? Два дня. Правильный ответ. Да. Три дня максимум. Три дня. Семь это нет. Все. Если совсем без воды, то все. Хотя были такие выдающиеся наши их смены, зарубежные их смены. Написали целые книги, когда он провел экспедицию, высаживался на спасательный плод и в течение, по-моему, месяца, что ли, совершал путешествие на этом плоту, один, и выживал, питаясь, значит, он снимал кожуру с рыб, и там как раз вот эта влага, она позволяла ему выжить. Фамилию, сейчас я вспомню, звали Ваолан Ганбар, по-моему. Вот можно уточнить еще. Прямо целую книгу написал. Много фотографий есть и так далее. Он доказал, что можно выжить. Но вообще стандартно. Три дня. Запасы воды в такой яхте, я не говорю про шесть человек, я говорю вообще, сколько запас воды. Около полутонны. Можно с собой запас воды взять. Там специальные отсеки есть и так далее. А вот как выглядит изнутри уже яхта. Видите, да? Напоминает чем-то Икею. Вот. Да. Ну, во время движения вот это, конечно, убирается, потому что яхта кренится, накреняется. Келевая яхта такая. Но, в принципе, вот все здесь есть. Ну, а как готовить? Для готовки есть специальный камбус. Вот мы сейчас дальше посмотрим. А, тут у нас спальные места и прочее. Это вот большая яхта, 54 фута длиной. Это больше, чем 12 метров. Жалко, что у нас здесь нет такого большого помещения, потому что мы показали, какая длина. Ну, вот считайте, что это половина вот этой вот кают-компании, в которой здесь мы находимся. Половина. По длине. Вот такой яхтой может управлять шкипер начального уровня, когда он прошел обучение. Вот такой. Вы, я так понимаю, ходили приблизительно на таких яхтах, да? Ну, где 40-50 футов. Это современные яхты. То есть, есть яхты постарше, по возрасту имеется в виду. Но это такие современные яхты. Чтобы, кстати, приготовить еду, я еще раз говорю, что там есть камбус. Камбус специальный. Это газовая плита, которая подвешена на кардане. И когда у нас волнение есть, она в противовес, получается, кардан вращается, и, получается, можно приготовить еду. Даже можно борщ сварить при волнении, но не сильно. Если сильное волнение, конечно, сложновато будет находиться внутри. Кстати, вопрос ко всем. А что делать с укачиванием? Это же, наверное, самый популярный вопрос вообще всегда. Что бы вы сделали с укачиванием? Кто вот укачивал у кого? Вернули спорт. Так, хорошо. Вниз не спускаться. Еще варианты есть? Дромина. Дромина – это практически витамин С, таблеточки, которые пьешь и от него, кстати, засыпаешь больше, на самом деле, чем... Он, конечно, помогает от укачивания, но да. Еще варианты какие есть? За день прикачались. За день прикачались. Но это когда прикачались, правильно, да. Со временем прикачивает. Со временем это два-три часа. Ну, по-разному там, да. Еще варианты. Еще варианты есть? Если смотреть на воду, когда они деться. Деться куда-то. В каюту. Окей. Так, еще варианты есть? Ну, заранее. Тренироваться. Ну, то, что при качивании мы сказали. Ну, на самом деле, смотрите, никто не сказал правильного ответа, а на самом деле правильный ответ – самый лучший. Ну, ты же правильный, самый лучший. Это встать за штурвал и смотреть на горизонт, линию горизонта. Наш аппарат, наш организм так устроен, что это на самом деле защитная реакция. Как только мы перестаем видеть горизонт, у нас включается внутренний, так называемый, гирокомпас, который говорит о том, что что-то не то. Вот. И поэтому нас укачивает. Как только вы ходите, самый лучший вариант – либо работать на борту, там веревки, канаты, троса и прочее, либо встать за штурвал. Вы видите горизонт и прочее. А, конечно, самое плохое – это, конечно, спускаться вниз каюту. А если уж не спустились каюту, то лучше лечь горизонтально и лежать, пока не пройдет. Вот. Видимо, так и было, да? Нет? Не на яхте. А, кстати, те, кто будет ходить на килевых яхтах, вот жалко, что у нас нет доски сейчас здесь. Значит, смотрите, у килевой яхты, у ней внизу под водой еще кил расположен. И внизу киля, такая пластина железная, и там внизу киля называется бульба свинцовая. Вот за счет этой свинцовой бульбы тяжелой, килевая яхта, она как неваляшка. Чем больше наклоняется от ветра, не знаю, от волны и прочее, тем быстрее она пытается вернуться назад. Наклоняем, она возвращается назад. Вот за счет этого она еще и более устойчива на волнении. Килевая яхта. Я не говорю про катамараны, я говорю про килевую яхту. Она лучше и устойчива, потому что когда моторная яхта идет, если не суперсовременная моторная яхта, где там системы специальные регулирования, а простая, но они ее вот так вот качают на волнах, на катерке попробуйте, скачают вот так вот. Как только килевая яхта ее меньше качает, всегда приятнее на ней ходить. Поэтому рекомендую всем килевые яхты. Ну, кстати, вот тоже килевая яхта, это считается самым непотопляемым судном в мире. Ну, проектом, что ли, назвать в мире. Почему, объясню. Допустим, цунами. Цунами что происходит? Большая волна, и лодку такую переворачивают. Килевую яхту. Может такое переворачивать? В океане может. У меня знакомые переворачивались так. Что при этом происходит? Ну, перевернулись. Скорее всего, мачта сломается, потому что огромная нагрузка там и прочее. Рычаг большой. Но сама яхта очень прочная. И если люди закреплены внутри, в каюте все закрыто, или там на палубе привязаны, то она перевернется, сделает оверкиль, полный оверкиль называется, через скулу там. А то получается, что она обратно встанет. И люди спасутся. Ну, в этом случае. И в отличие от, скажем, какого-то сухогрузика или что-то еще, которое перевернется и останется там же. Катамарана, кстати говоря, тоже самое. Ну, только в том случае, если все люки задраены, все люди там внутри или привязаны. Ну, идем дальше. Не буду вас пугать там. А сколько стоит неделя чартера аренды яхты? Вот вы стали там шкиперами, не стали. Собрались с друзьями пойти. Но надо же понимать, сколько стоит. Яхта на 6 человек. Ну, вот та яхта, кстати, на 10 человек. Это вот на 6 человек. Яхта в среднем там получается 40 футов. Стоит в среднем, подчеркиваю. А 2-2,5 тысяч евро на всех. На всех. Вот делим на 6 человек, получим сумму на каждого. Авиабилет. Ну, Средиземное море, где-нибудь там в районе 300-350 евро. Ну, в разные сезоны, по-разному я среднюю цену говорю. Расходная часть 100 евро на человека в неделю. Это что такое? Стоянки в маринах, топливо дизельное, ну, какие-то еще сопутствующие моменты и прочее. Ну, это так, с запасом взяли. Еда 200 евро на неделю. Алкоголь не включен, сразу говорю. Без алкоголя. Значит, в среднем, опять же, 200 евро на неделю. А если вы не шкипер, то стоимость шкиперских услуг составляет около 1500 евро за неделю. Это что такое? Это практически 150 евро в день. Это у вас шкипер на борту, инструктор там, да, или шкипер, который с вами выходит. Страховка, она возвращаемая, депозит. Она возвращается обычно. Поэтому, если вы, конечно, что-то там ударили, то понятно, что что-то не вернется. Но даже есть перестраховка депозита. Страховка, я уже скажу, вы спросили про страховку. Ну, где-то в среднем от 1000 до 2000. Бывает 2500 евро. Ну, редко. 2500 евро от 1000 до 2000. Это возвращаемая страховая сумма. Это франшиза, по сути. Это яхты, а жизнь? Жизнь, здоровье вы сами регулируете. То есть вы страховку оплачиваете в Москве. Есть несколько компаний, таких как Согласия, страховая компания. Самые известные у нас компании страховые. Они страхуют, в том числе, и яхтинг. Яхтинг относится к экстремальным видам спорта. Это означает то, что вас может забрать вертолет с берега. И это стоит услуга в среднем около, ну, там, с учетом врачей и прочего, около 30 тысяч евро. Как раз эта страховка покрывает. Но мы всегда рекомендуем страховаться на сумму от 50 тысяч евро. Стоимость страховки на неделю составляет около от 2, ну, от 1,5, по-моему, до 3,5 тысяч рублей на человека. Все, кто принимает участие в переходах, регатах и прочее-прочее за рубежом, обязательно должны страховаться. Не застраховались, но ваши, как пенять и на себя, как говорится. В среднем на расход на человека составляет около 1300 евро, если шкипер наемный. А вот если вы шкипер уже стали, там, шкипер, сами вдруг стали шкипером, да, то цена будет намного меньше, дешевле ее достигать. Иногда в среднем на человека, ну, там, 750-800 евро. Средние, опять же, цифры. Выгоднее получается намного самому стать шкипером и приглашать всех друзей и участвовать. Либо искать такого шкипера. А это примерно в каких странах такие цены? Это Хорватия. Самые популярные яхтенные страны. Хорватия, Греция, Турция, Черногория. Потому что я знаю, там уже дальше на запад, уже дороже. Конечно, нет, нет. Это мы говорим про те страны, которые наиболее приспособлены под парусный спорт и яхтинг. А давайте, раз уж мы затронули этот вопрос, какие самые лучшие страны для яхтинга? Вы в каких странах, кстати, Швеция? В каких странах были? А, здесь. А вы как? Где ходили? Тоже здесь? Окей. Значит, самые лучшие яхтенные и марины, и сервис – это Турция. Вот, как бы кто ни говорил, там, да, Италия, там, Портофино, там, вот эти вот названия. Это классно. Но когда вы придете, сравните Италию, Портофино за 400 евро за день за яхту, и Турцию какой-нибудь в Фетхи, вы скажете, слушайте, а зачем Италия мне нужна? Вы в Фетхи, в Турции приходите, вы можете оставить вот так сумку, там, бросить ее пойти, и вас никто ее не украдет. Вот, плюс еще сервис великолепный, потому что вы можете прийти в любое время дня и ночи. Попробуйте вы то же самое пройти, ну, я не говорю про наших Черное море, вот, да, да. Давайте про граничников и прочее. Я говорю про, скажем, Францию. Вас, турки, здесь накормят даже ночью. Вот, если вы скажете, слушайте, я прихожу, сделайте, сделаем. Вот, приду тогда, не вопрос. Сервис великолепный, без навязывания. Без навязывания, то есть, это та Турция яхтенная, это Марморис, Фетия, Бондрум и прочие, вот, я называю города, где это яхтенная Турция, она совсем другая. Это даже, ну, как сказать, Европа, что ли, уже назвать, не знаю, как. Вот, если мы говорим про другие регионы, Хорватия, это родина тысяч островов, это Карнадский архипелаг, так называемый, то есть, от моря отделяется вот этими вот островками, и получается, там волнения нет. Вот, и вот эти на всех островках расположены, там, марины, 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 и здесь же ресторанчики и прочее. Вы можете переходить, например, выбрать такой маршрут, например, пойти, например, из такого города, как Биоград-на-Мару, там, посетить Задар, там, еще что-то, прочее, 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 в течение всей недели. И вот эти места очень хорошие, вот, но есть нюанс в Хорватии. Это вот я по уровню, просто сразу рассказываю, какие там уровни, там, первой Турции, там, Хорватия. Есть нюанс, если вы пойдете, например, в июле месяце, то даже мест не будет на стоянке, потому что все забито, потому что итальянцы, немцы туда все забивают, это то, что очень интересно, интересный Яхтин регион. Туда хорошо идти, например, в сентябре, там, или, там, начало сентября, или конец мая, вот. Не рекомендуется идти, например, в начале мая, потому что там такие сильные ветра могут быть. А Средиземка, скажем, Турция та же, вот, о котором я говорил неоднократно, это щадящий регион, в котором отсутствуют сильные ветра. Если сильные ветра есть, это либо, ну, сильные ветра, там, 30 узлов летнее время, так называемый ветер Мельтеми называется, он дует. Он такой жаркий ветер, хороший, ну, вы практически его, там, скажем, не замечаете на большой яхте. А в зимнее время, это так называемые южаки, южный ветер, но в зимнее время мало кто ходит, кроме вот наших специалистов, там, или, там, практика и прочее не проводится. Если он проходит, ветер такой, то шторм обычно длится одни сутки. Вот, и потом дальше все нормально. Ну, идем дальше. Ну, а как с очкипером? Ну, чтобы, в общем-то, все это попробовать. Понятно, что кто-то из вас станет шкипером, кто-то не станет, да, и, может быть, членом команды станет. Это, кстати, тоже можно учиться и стать членом команды. Есть разные системы обучения. Есть система обучения международная, как раз вот упоминали там, да, чтобы ходить за рубежом, нужна международная лицензия. И самая распространенная в мире на текущий момент система – это WIT, International Youth Training. Это компания, которая пропагандирует как раз вот именно обучение. И, ну, в данном случае я являюсь представителем, да, вот, Парус Академия, я являюсь представителем этой компании в том числе. И чем хороша эта система? Вы, обучаясь на этой системе, получаете сертификат шкипера, и на нем, и, используя его, можете в любых странах, подчеркиваю, в любых странах, брать яхты в чартер, либо купить свою и ходить за рубежом. Но есть нюанс. В России, в Российской Федерации вы не можете ходить с этими правами, с этим сертификатом. Почему, объясню, потому что Россия не подписала Конвенцию ООН от какого-то там года, и поэтому этот обмен прав невозможен. Но у нас есть другие сертификаты, например, Федерации парусного спорта, где вы, например, обучаетесь здесь, ходите по внутренним водным путям, вот, Пироговское водохранилище и прочее. Здесь вы можете брать в аренду яхты, ходя вот по этой системе. Вот такие вот варианты есть. Ну, теперь кратенько рассмотрим, да, а кто может учиться, вот, например, по той или иной системе. Ну, лица могут учиться старше 16 или 18 лет. 16 это по западной системе, 18 по нашей системе. А вот ограничения по возрасту, по возрасту вообще никаких нет. Вот, как пример, я могу сказать, что именно к нам вот пришел молодой человек в возрасте 65 лет, 10 лет назад. Вот, молодой, да. Вот, значит, в том году он стал чемпионом России по парусному спорту. И до этого еще раз, там, еще раз, там, два раза стал чемпионом России в разных классах, там, яхт. Вот. Да, вышел на пенсию, да, и погнал. Причем, причем он в начале, когда пришел, он отучился на барботшкипера, вот так называемого. Сейчас мы поговорим, что это такое, там, да, международная система. Он сказал, слушайте, мне вот крейсерские яхты мне как-то неинтересны. Мне бы чуть-нибудь поспортивней. Вот, 75 лет человеку, он нормально, купаться хочет, да. На спортивных яхтах, кстати, занял, стал чемпионом. Ну, и теперь вот идем к тому, что есть разные курсы обучения. Ну, вот такой первоначальный курс обучения, который многие школы дают, как раз, да, чтобы стать шкипером, называется, самый распространенный барбот шкипер. Он дает право управлять яхтой до 24 метров длиной. Представляете, вот на теплоходе Москва все же ходили, правильно, по реке Москва. Практически такой теплоход Москва, практически, вы будете управлять, если пойдете на такой сертификат. Но это только если яхта собственная. А если яхта берется в аренду, то ограничение 54 фута. Ну, 54 фута, сколько в метрах это, кстати? Правильно, да, 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 16 с чем-то, да. Вот, ну, то есть такая тоже здоровая бандура. Вот, три с половиной метра шириной, такая мини-квартира на воде. Ну, тоже как раз фотографии я показывал, вот это вот, 54 фута яхта была. С удалением 20 миль от места убежища. Место убежища, я сразу скажу, это то место, где можно скрыться, в первую очередь, от волн. Потому что убийца всех лодок – это волны. Вот, не ветер даже сильный, а именно волны. И здесь как раз это могут быть яхт-клубы, закрытые какие-то акватории, там, ну, и прочее, прочее, прочее. А вот написано 20 миль. А почему 20 миль? Можешь кто-нибудь сказать? Почему 20, 40? Доплыть? Ну, так вот можно доплыть, если вы выпали в море, например, даже если море теплое, то обычный… Обычный… Нет, обычный человек держится на воде 30 минут, потом, в принципе, все. Ну, обычный человек, я подчеркиваю, не пловец спецназа. Территориальная вода другое имеет. Дальность. Не 20 миль. Еще варианты. Почему 20 миль? Морский, кстати, миль. Это где-то порядка 40 километров. Ну, 1850, да. Нет. Обнаружение в этом пределе проще и вообще доступно. Обнаружение чего? Ну, яхты, наверное, на всякий случай, если что-то с ним произойдет. Ну, практически вы близки. Близки, но обнаружение… Вот если вы на Черном море ходили, да? Да. На Черном море там, как у нас принято, наши пограничники любимые, как нас ведут? Лебедь-1, лебедь-2, лебедь-3 и так далее. Там, пост-1, пост-2 и так далее. Вас вы ведут по тепловизорам. Вот если в Балтику уйдете, вас по тепловизорам ведут четко. Нету никакого там обнаружения. Обнаружение там что-то, ну, берега есть, а там дальше 20 миль уже тепловизор не добьет. Вот. Еще варианты, так? Можно увидеть зарево от суши, там, городов. Зарево от городов? Не, не. Ну, где-то, если мы находимся в районе Мармариса, я могу увидеть зарево от Родоса, это Греция уже, на расстоянии 30 миль. То, что Родос – высокая гора такая, получается. 30 миль – это нормально. Не больше, чем 20. Нет, еще варианты есть какие-нибудь? Связь. Совершенно верно. Ну, угадали там, да. Ну, или знали. Значит, да. Смотрите, когда ездим на машине, отъезжаем от города Москвы, например, на расстоянии 40 километров, а это, ну, приблизительно 20 миль, и слушаем свою любимую FM-радиостанцию, и вдруг у них сигнал так падает. Это как раз и означает вот эту вот дальность радиосвязи. Здесь же используется такой же, ну, не FM-диапазон, а УКВ-диапазон. И это позволяет как раз подать сигнал бедствия нам до 20 миль. Успешно подать сигнал бедствия. Мы подаем. То есть нас может услышать, вернее, не то, что нас услышат, вы можете подавать сигнал, а вас могут просто, ну, не добьет радиостанция. Радиостанция береговая до вас добьет, а вот обратно нет. Вот. И это как раз вот точно, заведомо все нормально будет. То есть это рассчитано на оборудование, которое примерно ему полвека уже. То есть современное оборудование не рассматривается в принципе. А современное оборудование какое-то в эти-то рассчитаны? Ну, то же самое с спутниковой, собственно, игрома. Спутниковая, да. Вот вы... Он на любой чартере, на любом чартере он будет. На спутниковый телефон? Нет, не спутниковый телефон, а спутниковый маяк. Маяк на любом чартере? Ну, скорее всего. Нет. Нет. Как раз я хотел сказать, что ни на одном из чартеров за последнее время я не видел спутникового телефона, кроме как в частных лодках. Ни в плоту не будет нигде? Нет. Нет. Значит, одно море, значит, лучше уже. Да. Я могу сказать, что мы использовали 10 лет назад, проводили регату, у нас она называлась 301 миля, из Турции в Грецию и обратно, там у нас были переходы. И мы брали в аренду спутниковую систему связи, однонаправленную. То есть она позволяла определить, где находится лодка, как GPS сигнал. То есть, не помню, там, да, английская система, и мы специально этот чемоданчик заказывали, и он ставился на каждой яхте и подавал сигнал, где находится данная яхта через каждые, там, 15 или 30 минут. Он подает сигнал, и мы знаем где-то яхты. Специалисты там в центре в английском сидят, показывают где, и мы, соответственно, на экране у себя, на мобильном телефоне и компьютере смотрим, о, вот эта яхта здесь. Но это однонаправленная связь. Он, кстати, может даже сигнал бесты подать, в принципе, на спутник. Это вот единственное. Но на чартерных яхтах практически поголовно спутниковых телефонов нет. Только УКВ радиосвязь. Либо сотовая связь. А сотовая связь тоже самое. Это же практически та же система связи, практически та же система связи, как УКВ связь. И при этом у вас вот эта антенна расположена наверху, а сотовый телефон внизу. И помните, как начали появляться сотовые телефоны, и отъезжаешь далеко от Москвы, и приходилось либо забираться на горку какую-нибудь, либо на дерево, там, алло, там, да, я здесь. Было такое? Было. Вот то же самое. На машину ставили, да, да, да. Ходить только днем может барболч-кипер. Что такое днем? Это с рассвета до заката. А как определить рассвет-закат? Вот я вот шкипер, да, как я определить рассвет-закат? Какие варианты есть? По солнцу. А если у нас дождь и там облака, то манальбион, например. Как определить? Как можно? Время. Откуда мы знаем время-то? Ну, как заранее? Откуда? Вот с каких справочников? Откуда мы знаем? Гугл, конечно, да, да, да. Современные, правда, профессиональные моряки, у них есть таблицы. А мы, конечно, в Гугл обратимся, Яндекс, Гугл, наше все совершенно верно. Ну, и, соответственно, барболч-кипер имеет право арендовать яхту по всему миру. Ну, не только свою имеет, но арендовать по всему миру. Кстати, я могу сказать, нюанс такой. В принципе, если человек купил яхту, он может барболч-кипером не остановиться. Он может купить и на ней ходить. Но есть нюанс. Ему страховая компания не даст эту страховку. А страховка – это наше все. Без страховки вы не можете войти в Марину какую-либо. А якорь, пожалуйста, остановитесь рядом с Мариной, а вы внутрь не зайдете. И вот это как раз и является вот этим вот аргументом, в чем надо не только получать опыт, но еще и сам сертификат барболч-кипер. Как проходит вообще учебный процесс по курсу барболч-кипера? Независимо от школы, там разница немножко есть, но я про все школы буду говорить. Обычно это теория, либо в учебном классе, это вариант первый, либо вебинары, сейчас популярная тема, либо дистанционное обучение. Что выбрать? Дело за вами. Какую школу выбрать? Тоже дело за вами. Ну, в среднем, например, у нас 14 занятий, 2 месяца обучения, 2 раза в неделю обычно практика такая идет. Вы обучаетесь? Что? А одни разные. Например, у нас принято, что у нас, например, понедельник, среда, вторник, четверг, а бывает по субботним дням. Другие школы там по-разному делают. То есть это зависит от школы, у нас все возможности есть, например, у нас лично. Это первый вариант. Вебинары тоже самое. Все проходит в вечернее время. Ну, кроме субботних дней, когда проходит, например, целый день. Вы сами выбирайте, какие вам удобны курсы и так далее. Практика обязательна для прохождения курса этого, и она обязательно на море. И еще обязательное требование. Лодка должна быть штурвальная, не меньше 36 футов длиной, и количество экзаменуемых должно быть, ну, по стандарту, и войти не более 6 человек. Мы всегда делаем не более 5 человек. Чтобы не было колхоза, не было вот этого непонимания и так далее. Потому что у нас неделя всего практики. То есть на каждого человека получается по всему, по одному дню максимально, то есть что задействовано он в практике. Но в любом случае там идет практика один за одним и так далее. Ну, это вот такой процесс теории и практики. Те, кто проходит курс вебинара, все равно на практику приходят. Ну, кстати, еще в теории, ну, это такой стандарт, всегда даются, если, скажем, вебинар проходит, всегда даются учебные карты. Учебные карты, они не в электронном виде, даже если вебинар, а бумажном. Поэтому все равно люди приходят, занимаются по учебным, навигационным картам. Почему, объясню. Без карт, как говорится, нет географии, говорили там раньше, да, сейчас есть. Ну, и действительно так и есть. У меня, например, в телефоне есть навигационная система, плоттер этот, он прямо в телефоне прошит. Я могу по этому плоттеру ходить, в принципе, даже без плоттера, чарта плоттера на яхте. Но есть нюанс. Мой телефон, айфон, сколько продержится там сутки без связи, без этого, без подзарядки, а потом все. Вот вам пример, один из примеров. Один наш товарищ, он не учился, не у нас, сразу скажу, купил яхту в Норвегии и стал ее перегонять до Канарских островов. Сначала шел со своим товарищем, другом, по-моему, или братом, а потом один шел. Ночь, вечерело, он огни включил на яхте, идет, и вдруг, видишь, огни погасли. Он залез внутрь, а там по колено воды. Вот. Отказали аккумуляторы. Шел под парусами, мотор не заводится. Яхта старенькая, он купил ее старенькую. Не проверил, недостаточно проверил. Он думает, куда идти. Достает телефон, на котором у него карты. Вот. И в этот момент, так как лодка осела, волна заливает и прямо на телефон. А так как это не одиннадцатый айфон, который не боится влаги и все остальное, естественно, как понимаете, телефон умирает. А навигационной карты у человека не было, что печально на самом деле. И он не знает, куда идти ему. Ну, вот видите, там, вблизи какие-то там скалы. Ну, в принципе, правильное решение было идти на скалы. Потому что либо тонуть, либо на скалы. Не сообразил человек, что можно спас плод там выпустить и прочее. Может, и его и не было. На скалы. Лодка ударяется в скалы. Он выпрыгивает с яхты. Там за секунду выпрыгнул. Слава богу. Три дня прожил на острове, на необитаемом. Вот. Да-да-да. Это реальная история. Русский, русский. Я фамилию не буду говорить, меня записывают. Поэтому вы сами попробуйте на НТВ найти. Я его знаю, товарищи. Хороший парень, на самом деле нормальный. Хочет яхту купить еще одну. Вот. Когда мы с ним, естественно, беседовали, там, и многие специалисты беседовали, сказали, ну, как же так-то ты вот пошел, там, не подготовился. Он говорит, ну, да, я как-то опрометчиво. А почему это происходит все? Ну, потому что человек не прошел вот это вот хотя бы минимальное обучение. Хотя бы, ну, вот, то обучение, которое дает вот этот бэкграунд, чтобы человек не врезался, вот, не получил такие, знал, как выходить из этой ситуации. В результате через три дня его заметили с квадрокоптеров. Вот. Он написал, он, кстати, не знал, как по радиосвязи сообщать и что говорить. Как современно, кстати, кто знает, как современно, кто ходил, вы молчите, вы знаете точно. Как слово «сос» по-современному звучит? Кто знает? Никто не знает. Ага, понятно. «Сос», ну, как, это «сос» три точки, третий рэп, понятно, «сос» можно сказать. Значит, нет, это прям целое слово есть. Значит, называется оно, слово это «mayday». Нет слова «сос» уже. «Сос» остался у подводников, специалистов военно-морских. Ну, когда там ситуация сложная, она осталась, азбука «морзе», понятное дело. Ну, «mayday» сейчас, международное слово «mayday», везде, и в авиации, и, по-моему, у скалолазов тоже, там, у всех там сейчас слово «mayday», запомните это, вот, да. С чем мы связываем? Слово «mayday»? Оно изобретено французским летчиком, оно нестандартное, произносится на всех практических языках, ну, одинаково. Неважно, немецкий, французский, английский и так далее. Но так как у нас радиосвязь все равно на английском языке, это стандарт, то, ну, вот, историю самого вопроса не знаю, я совсем прям, что почему так «mayday» именно. Нет, ну, он сейчас это «mayday». Вот, он не знал этого слова «mayday», и что он сделал? Ну, он не растерялся, человек, в принципе, нормально. Он подумал, если я напишу «sos», то подумает, телефон написал человек, 505, думаю, не, не буду писать. Он написал «help». Вот, ну, по «help» и нашли, по яркой красной куртке и по «help». Вот, все нормально, живой, здоровый, невредим. Это вот результат того, что человек, когда пошел в поход, он не продумал эти варианты. Не только, конечно, по лодке, там, да, ситуации, но и по навигационным картам. А мог бы, кстати, успеть еще дойти, возможно. И хоть куда-нибудь на отмель какую-нибудь, может, лодку спасли бы. Другой вариант. Наши студенты, выпускники, точнее, участвовали в регате Rolex Middle C-Race. То есть, 600-мильная гонка вокруг, там, около, на Мальте начинается. Они вышли в море, и очень сильный ветер пошел. Это была гонка такая эпичная, там, 50 узлов ветра – это очень сильный ветер. Вот, и очень много лодок сошло, были, испытывали аварии, там, и так далее, и так далее. Они шли нормально, но у них через микроотверстия лодка не очень удачно спроектирована была, стала попадать вода внутрь. Она не то, что стала тонуть, а просто все замкнула, вот, все системы. И, как вы понимаете, три дня идти, айфон сколько держался? Ну, продержался он до вечера, а потом у всех телефон умер. Вот, и они не знали, куда идти. Вот тут они вспомнили, ага, мы же учились в парусной академии, в том числе. Достали карты, и что, по картам пошли. Первое место заняли люди, вот, не сошли с дистанции. Ну, вот, такие случаи. Ну, это вот индивидуальные случаи, а вообще по практике, я могу сказать, военно-морской флот и Россия, кстати, и США используют инвестиционные карты бумажные. А торговый флот обязан ввести прокладку, если он не приведет прокладку по картам, то штраф, либо судно блокирует выход из порта. Вот даже так. У нас с вами, кто будет ходить, например, да, сейчас такого нет. Конечно же, чартерные капитаны, все вот шкиперы, вот этот курс не прокладывают, либо ленятся, либо как-то еще. А на самом деле это влияет очень сильно на страховку. На страховке там четко все, там страховщики действуют. Если нету, страховой случай подошел, они смотрели, во, нет. А у вас прокладочка была, нет, свободный. Вот, ну, как-то так. Один вопросик, Варан, по поводу первого товарища. Да. Ночью же случилось? Вечерела, да. Вечерела. Он же никаких курсов не проходил, ничего. Ну, будучи у него как-то. Как астролябией пользоваться-то он тоже, наверное, не знает? Не знаю. Даже что такое астролябией он не знает? Да, не знал, абсолютно верно. А как он тогда сориентировался бы по карте, где он находится? Не, 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 нет. Ну, Navionics система, например, которая сейчас самая популярная, он, по крайней мере, астролябией бы ему не нужна была. Нет, Navionics, Navionics, да? Так. Котлеты отдельно, муки отдельно. У него все электричество кончилось, у него есть, собственно говоря, карта бумажная. Карта не была бумажной? Была бы карта. А, была бы бумажная карта. То как бы он по ней сориентировался, если бы не знает ни широты, ни долготы своей. Я понял. Ну, по крайней мере, он бы определил, если бы не была бумажная карта, то, в принципе, может… Я с вами согласен, да. Вот, может быть, да, даже если бы ему была бумажная карта, он не сориентировался, не зная ситуации там. Вот, кстати, последний случай был в интернете, рассматривали этом. Я о нем, в принципе, потом лучше после этого скажу там. Там можно много говорить. И вот из чего обычно состоит курс Bear Watch Keeper, ну, практически во всех школах, подчеркиваю, да, мы сейчас во всех школах говорим, в среднем там, да. Ну, это вот, например, как у нас, базовый курс, это семь занятий там. Это могут варьироваться. Это метеорология, навигация, проливная навигация, правила международной инженерной системы, яхты. Вот это все вот вещи, которые проходит обычно Bear Watch Keeper. Ну, на базовом курсе здесь изучают, что, как лодка управляется, что такое паруса там, как называются и так далее. Плюс штурмование немного там и так далее. Плюс, кстати говоря, в том числе и узлы морские. Это основа, потому что без этого как завязать. Вот как раз вам дали информацию там, как вязать прямой узел там, беседочный. И вот самый распространенный узел, беседочный узел, называется булинище. Это незатягивающаяся петля. Кто здесь может вязать булинь? О, тогда выходите. Я вам дам веревочку. Покажите, пожалуйста, всем. А, на себе даже сможете. Вообще прекрасно. Это вообще огонь. Обычно, кстати, вяжется одной рукой еще. Натянуто, да, да, да. Не-не-не, все правильно. Вы дернете, и она у вас расправится. И нет, если правильно завязали, то она должна распрямиться там. Да, вот, все, похоже. Поаплодируйте. Это даже заслуга не столько курса парусного, сколько туризма горного? Ну, я понял, да. Там, кстати говоря, узлы очень похожи, да. Незатягивающаяся петля или булинь. Вот она, я еще раз покажу. Любой морской узел, он красивый, во-первых. Во-первых, во-вторых, он держит. То есть, да, вот мы держим. Можем даже вот за таким узлом машину завязать, дернуть, там, в принципе, нормально все. Можем качели сделать. Если два булиня связать, там получится качели. Или на себе. Это часто используется, когда, например, дотянут действительно и из воды вытягивают человека. Ну, такой тоже вариант есть. Это один из узлов основных. Есть еще узлы прямые и так далее для связания тросов. Вот как раз мы вам показали. Это то, что входит в основу курса Барболч Кипер. Метеорология. Очень важный момент. Как раз, например, я собрался идти, например, из этого ресторана в тот ресторан. А как дойти мне? Думаю, ну ладно, хорошо, пойду. И вдруг я выхожу, и по дороге шторм там, что-то еще. А может, наоборот, штиль. А у меня топлива нет. Ветер закончился, и я там посреди моря болтаюсь. Надо знать, что ждет меня впереди. Быть синоптиком. Ну, сразу я получаю ответы такие. Зачем это знать? Можно обратиться в Яндекс, Гизметио и прочее, прочее. Ну, это хорошо, конечно. Но такой прям точный прогноз на месте вам может дать только местный человек. А как местного человека зовут? Как вы думаете, кто местный? Самый лучший всех знает. Рыбак, совершенно верно. Именно рыбаки лучше всего знают, что нас ждет завтра. Потому что они здесь живут, они знают все, как происходит. Ну, мы не всегда можем рыбаков турецких, например, или там хорватских спросить, какая там завтра погода будет. Хотя можем. Мы используем методы другие там, да. Ну, какие это приложения различные, погодные явления там и так далее. Мы это изучаем все. По облакам можно изучить, например, знать, какая будет завтра погода или там через какое-то время. По посадкам. Но самое главное – это у нас давление. И какой главный прибор синоптика должен быть у синоптика? Ну, в данном случае х-смена. Какой главный прибор? Нет, не барометр называется он. Какие варианты еще есть? Ну, что там завтра нас ждет? Как вы думаете, какой главный прибор? Какой? Колени. Колени тоже хорошо, кстати, да. Мы его все с вами изучали в пятом классе на курсе физики. Называется он барограф. Он показывает изменение давления. Обратили внимание, на всех барометрах такая стрелочка вручную там ставится. Вы ставите, она для чего сделана? Как раз она показывает изменение давления. И вот смотрите, самый главный момент такой. Чем резче у нас падает давление, не на чем рисовать, я вам покажу. Чем резче у нас давление падает, тем, значит, через 6-8 часов нас ждет ухудшение погоды. Шторм, тайфун, не поймите, в общем. Это вот такая вот тенденция. Она прямо срабатывает на все 100%. Ну, конечно, это не относится, скажем, просто к какому-то там дождю и прочее. Ну, это уже отдельно. Это прямо целые курсы. Ну, про навигацию я сказал. Про рывную навигацию тоже то, что есть. Вот то, что вы спрашивали как раз. Если вы, например, уже в следующем курсе, например, после Бирбоушкипера прошли костал, яхтмастер костал, тогда в Англии вас будут ждать. Все нормально. Надо следующие курсы в проливных зонах Англии. Международные правила предупреждения столкновения судов в море. Ну, они, на самом деле, родились еще на заре судоходства в той же Англии. В 1870 году первые появились пароходики в английских каналах. И тогда же произошли первые столкновения. И вот тогда лосманы решили, что надо делать правила. И с тех пор эти правила совершенствовали. Сейчас они называются МППСЛ-72. И как раз мы изучаем эти правила в школах для того, чтобы безопасно расходиться судами. Потому что когда приходят, люди говорят, да что там будет со мной? Я в море большое. Я на маленькой лодочке. Что со мной будет? Вот мы им говорим, о, батенька, вот вам-то права мы не дадим. Голова у шкипера должна вращаться на 360 градусов. Он должен слушать, слышать, обонять. Все, в общем, должен постоянно быть во внимании. Тогда этот шкипер нормальный. Он понимает, оценивает риски все. Потому что, например, какой-нибудь контейнеровоз может идти со скоростью до 30 узлов. 30 узлов, это вы его видели вот такой точкой или не видели на горизонте. И через полчаса он у вас уже здесь. А вы легли спать на 20 минут. Оп, он перед вами. Надо это понимать. Ну вот такой вот курс. Это теоретический курс, я могу сказать. Вот я описал здесь теоретический курс. Как обычно проходит теория? Ну, как я сказал, в классе учебных. Учебные классы там обычно оборудованы какими-то там материалами и прочее. Я про все школы говорю сейчас. Про все. Ну, тут зависит от того, как заниматься. Либо вебинар, понятно, через компьютер. Ну, а что касается практики. Вот у нас лично практика проходит на Средиземке. И в других школах, может, Черногории и прочее. Но сейчас все в Турции, многие. Вот что на практике проходит бербовый шкипер? Если вы думаете, что на самом деле он парусит там и переходит из одной точки, переходит там океан, там и море и прочее, прочее. Нет. Нормальный курс – это швартовки, швартовки и еще раз швартовки. И на полдник швартовки, и на обед швартовки, и на все остальные швартовки. Почему? Потому что необходимо научить человека, шкипера будущего, безопасно выходить и безопасно заходить. Привожу пример. Вот мы такие красивые заходим здесь. И заходим, заходим, надо здесь вот встать. Мы заходим, тут мало места, мы носом идем, 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 идем. Оп! А что-то все яхты стоят кормой. А я начинаю разворачиваться. И понимаю, что у меня корма вот сюда вот ударяется в пристань. Почему? Потому что не хватило места мне для разворота. А тут еще и боковой ветер. И не как в том фильме, кто раньше пришел, видели, там Капитан Рон. Вот там резко вот так у пирса разворачивается, называется полицейский разворот. То есть в обратную сторону. А вы влетаете со всей дури, как говорится, в этот катер белоснежный, который стоит там около 700 тысяч евро. Ну, понятно, страховка, там все нормально, но все равно как бы нехорошо. Как правильно? Значит, вы заходите. Это я привожу пример. Вы должны здесь где-то развернуться заранее в этой части и зайти уже кормой, возможно, здесь. И кормой заходите с учетом ветрового сноса, потому что это же не рельсы. Вы заходите и притормаживаете в нужное время. Здесь ходит у вас человек или человек на пирсе, ловит у вас швартов. Вы пришвартовываете один швартов, второй, третий и так далее. Это уже как в зависимости от ветровых условий и так далее. Встали, зашвартовали яхту, все нормально. Вот, чтобы эту совершить операцию успешно, вот как раз проходят сначала тренировки. Сначала в море, на пустом месте, вот там по прямоугольничку ездите, потом ездите кормой по прямоугольничку, потом обходите там буйки такой восьмерочкой, а потом начинаете швартоваться кормой к пустому причалу, ну, чтобы лодки дорогие не бить. Вот, да. А потом уже, это уже практически на второй день происходит, назначается вахтовый капитан, там, да, вахтовый шкипер, который уже заходит под руководством инструктора, инструктор рядом стоит, вот на видео был, кто раньше пришел, видели. Заходит постоянно, каждый день заход в марину тренировки, тренировки, тренировки. 60-70% времени уделяется именно швартовой операции. Если вам предлагают научиться парусу выдать шкиперский сертификат в переходе, в походе, через океан и прочее, и прочее, не верьте, это все блеф. Ну, конечно, может быть, когда-то там получится все, но это будет потрачено в начале время. Если вот так все правильно делать, намного быстрее, эффективнее все получается. Понятное дело, остальные 30%, 40-30% и уделяется якорным операциям, уделяется парусам, навигационным ориентированием и так далее. И плюс еще мы, вот мы лично проводим еще ночное ориентирование, потому что когда свет выключается, вот, то как здесь, вот здесь мы можем выйти, там, да, вот у нас впереди, там есть выход как-то намечен, то там море, вообще все по-другому, сколько-то огней, какие-то огни от города и прочее, и прочее, не видно вот этих вот скал и прочее. У нас, конечно, есть там навигация, там электронная и прочее, а есть у нас только карты, по картам мы должны суметь безопасно дойти назад. Вот это как раз проходит обучение вот таким образом. Ну и дальше, понятно, что мы быт там рассматриваем, безопасность на борту и так далее. Это все проходит вот в данном курсе практическом. Он длится неделю, минимум неделю, с субботы по субботу. А есть еще второй курс, это мы уже переходим к курсу того, что сказали вы, Федерации парусного спорта. Распространенный курс, он проходит в России для того, чтобы ходить на парусниках в Российской Федерации, выходить до 12 миль от берега. И вот здесь как раз 12-мильная зона, пограничники наши любимые нас берегут, чтобы мы не сбежали. Кстати, я помню один случай, это был, историю читал. В 1917 году семья жила, у них была яхта большая, парусник в Одессе. И они, тогда еще не было пограничников на сильных катерах таких. И они выбрали в то время, когда ветер отжимной от берега. И дали дюра на своей яхте, туда, за границу в Турцию. Вот, успели уйти. Сейчас не уйдешь от пограничников. Догонят. Ходить только днем. Опять же, Яндекс, Гугл наша помощь. Давайте спортивные крейсерские яхты в Российской Федерации. Вот тут очень важный момент. Вот мы говорили про ГИМС. Есть Федерация по родственным спорту. Чем отличаются? Отличаются они тем, что есть маломерные суда. Маломерные суда, что это такое? Это суда, в которых можно жить. Можно, не знаю, перемещаться по внутренним водным путям Российской Федерации. А спортивные суда, это те суда, которые имеют длину не более 10 метров. Мощность мотора не более 9 лошадиных сил. И не оборудованы спальними, конкретными спальними местами. Это все спортивные по родственным суда. Вот наши, например, суда, которые я до этого вам показывал, это спортивные суда. Ходить будете в спортивных судах, если вы, то только в Федерации по родственному спорту нужен сертификат. А вот все маломерки, да, это нужен ГИМС сертификат. Ну, тут то же самое. Рулеводинного плавания, такая же система. Тут чуть-чуть поменьше занятий обычно в школах. 11 занятий, полтора месяца. Практика в Подмосковье. Не надо ехать за рубеж, чтобы практиковаться. И тут важный момент. Так как у нас все это находится в Подмосковье, кстати, и в Москве, то не надо на неделю выбираться. Вы можете выбрать, например, каждую субботу выбираете, и с мая месяца до октября месяца ходите в яхт-клуб. Участвуйте в регатах, в тренировках и так далее. Выбирайте СБСАМИ программу тренировок на базах спортивных, где все это есть. Ну, он состоит чуть-чуть поменьше. Если помните, там в начале у нас был базовый курс у Бэрболч Кипера. Здесь тоже такой же базовый курс, 7 занятий. То же самое. Узлы морские и прочее, прочее. Но есть один нюанс. В Бэрболч Кипере мы после практики даем вот этот логбук, в котором записываем мили. Кстати, вот вы уже ходили, собственно, у вас, наверное, есть, да? Такая книжечка уже, я так понимаю, нету. Окей. Вот вы ходили, там, на Черном море. А, Сашки... Нет, они важны. Если вы с Сашкипером ходили на крейсерской яхте, именно на морских условиях. А морские условия какие у нас? Это может быть Онега, Балтика, Байкал. Ну, Черное море, понятно, и так далее. Или Японское море, Владивосток. Это все можно заносить сюда. Даже если вы ходили с Сашкипером. Это мили пройденные. Это, понятно, не Пироговское хранилище. Да, да. Некоторые говорят, а можно Пироговку? Нет. И вот это как раз, вы видите, вы как раз нам рассказали, что очень сильно влияет в том же ГИМСе при сдаче экзамена. Ходили бы там на Онеге, например, 500 миль гонку прошли, вам бы сразу сказали, а, Онега, все, класс такой-то. Каждому дается такой вот локбук, неважно какая школа, каждая школа должна дать такой локбук. Ну, понятно, здесь вот еще, кстати, есть правила плавания по внутренневодным путям Российской Федерации. Они отличаются от международных правил. И на реке Москва, например, наверняка видели вот эти бакены, там еще что-то. Мосты, кстати, подсвечены зелененькими огоньками. Некоторые думают, это светофоры. Это не светофор. Это как раз высота моста определяется. Мы идем, например, на сукогрузе и видим впереди, там горит три зеленых огня. Это значит, я понимаю, какая высота у моста. Пройду, не пройду. Ну, понятно, что есть лоции, там, карты и прочее. Но тут все равно надо знать. Например, расскажу случай. Вот если, значит, из практики. Допустим, вот у нас будет река Москва такая узкая. И здесь большая такая баржа идет. Вот большая такая. Представьте, большая. Прямо вот это слово. Правила парусных гонок. А мы, мы имеем, кстати, право пересекать судовый ход на маломерном судне или спортивном под прямым углом. Сразу скажу. Вот пересекаем судовый ход под прямым углом. Как вы думаете, на каком расстоянии, по правилам, я могу пересекать судовый ход? А баржа идет на нас, по Москва-реке, в районе где-нибудь Кремля. Вот это расстояние, как вы думаете, вот между баржей и вами, какое должно быть? 50 метров, какие варианты еще? 150 метров, какие варианты еще? Сколько? Более 200 метров. Еще варианты есть? А как лучше всего пересечь судовый ход в этом случае? Хорошо, давайте так. После. Конечно. Но это, кстати, неправильный ответ по билетам. Это правильно, логично. Это правильно. Безопаснее всего пересечь после. Но по правилам... Шереноводов? Нет. По правилам плавания по внутренней водопитам Российской Федерации в билетах написано. В правилах. Один километр. За это расстояние... Ну, а как определить один километр? Ну, на выпуклый глаз, как говорится там. Ну, да. За это расстояние вот эта баржа сможет полностью остановиться. Был случай в районе парка культуры и отдыха лет 5 или 7 назад. Моторная яхта пересекала судовой ход. Ничего не предвещало беды. История известная. Заглох мотор. А моторная яхта весила много тонн. На веселках вы ее не отгоните. Ребята что-то не сообразили. Может быть, были немножко как бы... Там не знаю, в общем, что было. В результате между ними и баржей было не меньше расстояния. Намного. И произошло столкновение. Все люди погибли. На этом моторке, на моторной яхте. Вот такой случай. Не соблюдали правила, не знали. Или, возможно, там, ну, неадекватно оценивали ситуацию. Еще вечерело, опять же, там, и так далее. Надо знать. Ну, и в конце у нас Федерация парусного спорта. Еще правила парусного гонок. Это потому что у нас Федерация парусного спорта. Поэтому здесь надо знать. И для гонок это полезно. Ну, а где проходит практика? В Подмосковье или в Москве? Вот на таких яхтах. Например, класс Open 800 называется. Класс яхт. Вот у нас, например, их 11 штук. Очень интересные яхты. Идут и в слабые ветра, и в сильные ветра. Это килевые яхты, помните, да, при кили. Кают они как таково не имеют. Но какие-то там внутренние... Есть шхеры, куда можно все там убирать вещи. И все остальное. На них даже проводится чемпионат России. Например, на Ладожском, Манежском, Озерах. Но главное, что на них можно легко обучаться. Проходить практику, гоняться, тренироваться и так далее. Даже корпоративные регаты проходят на них. Но это все вот в Подмосковье. Ну, или в Москве. У нас класс МХ-700, например, есть. Вот, например, в Стругино. На нашей водно-спортивной базе. Московом спорт-объекта. Вы прям можете приехать там, да, в любое время, но как только откроется навигация. А есть вот такие яхты. Помните, с чего я начинал? Четыре метра длиной. Вот они, родимые. Но есть нюанс. Есть. А в отличие от килевых яхт, они легко переворачиваются. Но есть другие условия. Вот этот человек, например, видите, он в ремне висит. То есть он не вываливается. Нет, он откренивает. Там киля нет, и поэтому откренивать приходится, чтобы лодка не перевернулась. Ну, если даже она перевернулась, там, оверкил сделала, так называемый, или полно-оверкил. Естественно, мы учим ее восстанавливать обратно. Ну, как и виндсерфинг. На виндсерфинге многие же катались там, да. Поднимаешь парус и пошел дальше. Не поднял, ну, хорошо. Здесь так тоже можно, она ляжет парусами народу. Да, вопрос. Правильно я понимаю, что на яхте, на такой или на другой, надо быть без очков. Значит, что касается очков, есть специальные такие вот веревочки, резиночки такие. Одеваете, и проблем нет. Но, знаете, как, я не видел таких проблем, прям, чтобы очки так мешали. Вот здесь, вот здесь, вот видите, слишком низко расположен так называемый гик. И когда переходите с одном борта на другой, ну, вот вы наклоняетесь, вы же не и так лицом наклоняетесь. Ну, я могу сказать, а вот вниз. И поэтому нормально все. Я знаю, что многие их смены, профессионалы делают, не заказывают себе очки спортивные, с линзами, вот, встраивают туда. И у вас спортивные очки, они облегают, во-первых, глаза, и вот эти резиночки тоже сзади. Даже если они у вас падают, резиночки блокируют падение. Почему никто каски не надевает, даже на начале? Каски? Ну, тут не такие, прям, сложности. Каски в следующем слайде будут, я вам покажу дальше. Тут не такие скорости. Вот на яхтах парусных не такие скорости. Вот суперсовременные яхты, там, Кубка Америки, кто видел, там, там скорости до 50 узлов. Это очень опасно. Вот, а здесь же у нас скорости не такие высокие, там, ну, там, до 5-6 узлов, там, максимум по ветру, когда спускаетесь. Ну, очень интересно, эта яхта, она глиссирующая, то есть она выходит над поверхностью, когда по ветру идет, и она начинает глиссировать. И получаешь истинное удовольствие от того, что ты яхтой управляешь. Сначала яхта тобой управляет, вначале первые часы, там, занятия и прочее. Чтобы научиться на такой яхте ходить, ну, взрослому человеку, да и ребенку, в принципе, ну, ребенку побольше занятий, там, взрослые, обычно, где-то 3-5 занятий. Обычно девушки спрашивают, а я справлюсь? Я могу сразу сказать, и на больших яхтах, и на малых яхтах справитесь. Тут все зависит от того, как инструктор вам поставил посадку, управление и прочее. Это все зависит от профессионализма инструкторов, только от него. И дальше вы управляете этой яхтой. Ну, опять, площадь парусов, там может тоже меняться, поэтому для девушек там меньше площадь парусов может быть. Все легко. Проводятся и тренировки, и регаты тоже на таких яхтах. Ну, естественно, есть нюанс небольшой, так как падение в воду возможно, первые там, по крайней мере, там, не знаю, 5 занятий, то либо гидрокостюм, видите, они без гидрокостюмов. Гидрокостюмчик нужен, но спаджилет, гидрокостюм, значит, ну, когда совсем летом можно и без гидрокостюма, там, в принципе, там, шорты, там, все остальное. Ну, вот, холодная вода только может быть проблемой быть, я к чему говорю. Поэтому обычно проводим такие мероприятия в Подмосковье где-то с середины мая до начала сентября, когда вода теплая. Вот, эта яхта 4 метра длиной, ее можно упаковать на машину, отвезти на Черное море, куда хотите, там, на Балтику, походить на ней и вернуться назад. Ну, естественно, там далеко вы не пойдете на ней, она чисто спортивная. Да, хотя были эксперименты и далеко ходили. А вот то, что вы сказали про касочку. Вот такой есть агрегат, катамаран скоростной, развивает скорость огромную, на воде там по-другому скорости чувствуется, до 30 узлов может начаться, на воде катер может не успевать, и таким катамараном. Ну, обычно мы сажаем туда тех людей, которые уже прошли шверботную, вот это называется, шверботы, вот это шверботы называется, да, шверботную практику. Уже могут принимать участие и на таком тренировочном процессе на катамаране с рулевым. За счет того, что когда один поплавок поднимается, скорость многократно увеличивается. Когда один поплавок поднимается. Когда два поплавка на воде, скорость меньше намного. Вот. Можно попробовать такую штуку, но очень внимательно. Так, ну мы идем дальше и показываем все вершины мастерства, к чему стремиться может быть там, да. Кто-то же сказал, что хочет океан пересечь. Вот как раз, да, для тех, кто хотел океан пересечь. Борьботчики, перлёдиного плавания, это те курсы, которых можно начинать. Вот. Кстати, даже можно не с них начинать, а так называемый есть базовый курс. Ну у нас, например, есть базовый курс. А потом уже решайте, а нужно мне это, не нужно. Базовый курс позволяет навыки такие первоначальные получить. Да, заходите, да. Это вот первоначальные. А вот дальше, смотрите, если перейти, получить эти мили, как раз, которые в зачётной книжечке, в локбуке идут, ходить, дополнительно надо пройти ещё 600 морских миль для того, чтобы перейти на уровень Яхтмастер Костел. Ну и, естественно, пройти обучение. Там обучение не надо, там, с швартовки и прочее. Там обучение как раз это поход дальний. Яхтмастер Костел позволяет ходить днём и ночью. Вот самое главное. Днём и ночью. И 60 миль от места убежища. Например, можно с острова Кос дойти до Санторини. Это далеко достаточно. И на Санторини побывать на яхте парусной. Туда только ходит паром и всё. Вот, интересно. А на паруснике здорово. Вот. Это Яхтмастер Костел. Капитан прибрежный. Пушки прибрежной плавания. А вот следующий уровень, например, если вы хотите с Майорки до Канар, там ещё куда-то переходить, это уже Яхтмастер Костел Лавшор. Здесь надо ещё, дополнительно, ещё тысячоночку миль накопить, вот, чтобы перейти на этот уровень. Ну, там, 2000 миль надо накопить, чтобы перейти на этот уровень и учиться. И самый высокий уровень Яхтмастер Оушен, Капитан океанского плавания. Здесь нет ограничений уже, но для того, чтобы заработать, нужно пройти 8000 морских миль. А 8000 морских миль как можно пройти? Можно, конечно, с утра до вечера ходить по Средиземке, но не пойдёт. Нет, надо сделать переход по Атлантике или Тихому океану, какой-нибудь океанский переход в качестве Старпома, чтобы получить доступ к этому курсу. Ну, и пройти собеседование. Там даже не обучение проходит, там проходит собеседование, чтобы Яхтмастер Оушен получить. Вот это самый высокий сертификат. Можно к нему двигаться. А можно остаться вот на этом и на этом уровне. Ну, кому как нравится. Это же не для всех, например. Многие говорят, зачем мне это? Я хочу в отпуск ходить, раз в год летать. Да, достаточно мне борьбу в Кипр и за рубежом. А кто-то говорит, да я вообще не хочу никуда ездить, там и за рубежом здесь буду ходить, на подмосковных водоёмах или в Питере. Да, и достаточно этого мне, там, рулёдиного плавания. Зато буду гоняться, там, и всё остальное. Каждый для себя выбирает. А кто, если вы... А если вдруг некоторые говорят, нас спрашивают, а можно, например, учиться и там, и там? А мы говорим, да, конечно, учитесь и там, и там. Параллельно можно учиться без проблем. Ну и... Можно даже перейти в профессионалы. Накапливая ваш опыт, накапливая опыт гоночный, участвуя в любительских регатах, тренировках, можно участвовать и в профессиональном спорте. У нас, например, пропагандируемый профессиональный параллельный спорт, называется матчевые гонки, когда две лодки участвуют. Вот этот человек, на самом деле, он не выпадает с борта яхты, он откренивает эту яхту. Помните, как девушки там сидели, да? Вот это то же самое. Это уже спорт профессиональный. Можно ли к нему подойти? Можно. Для этого нужно ходить на тренировки. У нас есть специальный клуб, где вы там два раза в неделю ходите на тренировки, участвуете в регатах, в тренировочном процессе. Прям целый клуб. И участвуете, в том числе, и в таких международных и российских регатах. Это интересно, потому что здесь знание правил, тактики и так далее. Ну, все немножко по-другому. И плюс общение с иностранными коллегами, иностранные команды приезжают. Мы к иностранной командой приезжаем. То есть по всему миру идет такое общение у нас постоянно. Ну, еще важный момент такой, напоследок скажу. У нас там как раз важный слайд такой. Только никому не говорите. Время, проведенное на яхте, в зачет жизни не идет. Поэтому ходите на парусниках, занимайтесь парусным спортом. И добро пожаловать в парусный мир. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова